Волощук 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 Волой Волощук Усунем Помогали Получили Один Мимо трех братьев, чертовых пальцев, бабушкиных камней. Все это увидели. Увидели лежбище сивучей. Увидели китов встретили в океане. Ну, это вообще удача колоссальная, конечно. Поездили на сафари, по льдам, по всяким еще, которые не тают вообще в горах, ну, в сопках. Увидели всю эту красоту, все эти вулканы домашние, корякские. Нам показали, сделали экскурсию по Петропавловску, Камчатскому. И нам еще повезло. А чем нам повезло? Чтобы была солнечная погода в эти дни. И только сегодня мы улетаем. Погода плачет, потому что прощается с рокерами из Москвы. Мы, конечно же, еще и посетили их самый лучший ресторан, который называется Камчатка. И действительно, очень хороший ресторан. Очень вкусный повар. Все забито, все полностью. Но есть там недочеты по обслуживанию. Но, в принципе, ресторан хороший. Поэтому сюда можно ездить. Здесь весело и интересно. Но я хочу небольшую ложечку дегтя бросить вот в эту бочку меда. Но вот я хочу рассказать про этот аэропорт, этот бизнес-зал, бизнес-лаунж. Но люди покупают билеты в бизнес-класс. Платят огромные деньги. И вот этот бизнес-лаунж, так называемый бизнес-зал. Заходишь, они говорят, а если вы хотите, чтобы мы тут вас зарегистрировали, на каждого щелка по 5200 рублей. Или идите в общий зал, там есть отдельная дорожка к вип-проходу. Меня это удивило. За такую цену еще куда-то ходить, чтобы тебя регистрировали. Это раз. И второе. Здесь в этот билет бизнес-класса входит такой комплексный обед. Ты можешь выбрать напиток, какой-то салат или какое-то блюдо. Вот мы тут взяли салат Цезарь, блины с икрой. Но я взял хачапури себе. Так вот, я хочу сказать, что все это подобие блюд. А икра была протухшая. Это на Камчатке где-то икры, извините за выражение, на каждом углу, вау. Протухшую икру дали, блины какие-то. Это хачапури разогреты в микроволновке. Ну, это бред сумасшедшего. Просто. Я честно говорю. Удивлен и возмущен. Но нам трудно испортить настроение. Правильно? Правильно. Не даст соврать. Участница в группе ВОЧКСД. У нас всегда прекрасное настроение. Несмотря на ложку дегтя. Поэтому мы с хорошим настроением улетаем в столицу нашей Родины Москвы. Ждите, уважаемые любители рок-музыки. Мы сочинили вот здесь вот две песни. Проработали их, аранжировочки продумали. Клавишницы особенно поработали хорошо. Я-то гитарные аранжировки, а они клавишные. Поэтому ждите. Будем петь песни про Камчатку. И радовать вас нашим нетленным творчеством. Уважаемые любители рок-музыки. Но даже такое душевное отношение к пассажирам бизнес-класса с протухшей икрой и хачапуды, разогретым в микроволновке, не смогли испортить нам общее впечатление о Камчатке и ее жителях. Поэтому хочу поблагодарить в первую очередь Юлию из компании Авача Тур, которая организовала нам прекрасное путешествие. Поблагодарить безупречно точного и компетентного гида и водителя Виталия, который все пять дней нашего нахождения на Камчатке был рядом с нами. Поблагодарить настоящих асов-водителей и гидов Петра и Павла, устроивших нам захватывающий дух ралли на Мутновский вулкан. Поблагодарить капитана и матроса яхты профессор Шварценгольд, показавшим нам все достопримечательности Авачинской бухты, вывезших нас в открытый океан и накормивших вкуснейшей ухой и крабами с тригунами. И вообще поблагодарить всех жителей Камчатки за то, что они любят свой край, начало нашей русской земли. Уважаемые любители рок-музыки, погружаемся в самолет, погнали! Уважаемые любители рок-музыки, ну вот мы и в самолете, в бизнес-классе. Прекрасное к сиденью, все хорошо. И у меня прекрасная возможность в течение восьми часов почитать книжечку профессора Назайкинского Евгения Владимировича из Московской консерватории царства, конечно, ему небесную. Но книга вот такая вот. Никто мне мешать не будет, я буду тут одиночестве сидеть и просвещаться. А потом уже буду и вас просвещать. Так что до встречи в Москве, уважаемые любители рок-музыки.